В 33-м лицее яблоку негде упасть. Мальчишки и девчонки, а также их педагоги и родители. В субботу прошел муниципальный форум инноваций «Семья и образование. Содружество, ответственность, открытость». Как подготовить ребенка к школе? Что такое федеральный образовательный стандарт? Как пережить ЕГЭ и сдать ГТО? Ответы на все вопросы родителей и детей подготовили педагоги. Мы подумали так, что нужно поговорить о традициях, которые забывать нельзя. Это будет одна из важных тем. Но нужно говорить и о тех инновациях. Поэтому мы представляем новые технологии, которые сегодня используются в образовании. Начиная с дошкольного и заканчивая дополнительно. Презентации, тренинги, мастерские. На 180 площадках можно узнать много интересного о школьной жизни. В спортивном зале, например, семейные старты. Родители вместе с детьми пытаются сдать нормативы ГТО. Школьники теперь каждый урок физкультуры готовятся к труду и обороне. У нас есть этапы урока, в которые заложена подготовка к значению нормативы ГТО. А нормативы ГТО от учебных нормативов в принципе не отличаются. То есть человек, если ребенок спортивно развит, он занимается спортом, ему сдать на золотой знак отличие легко. Второй этаж заняли воспитанники центра «Новация» и их рукотворное творение – роботы. Илья собирал конструкцию вместе с другом. Дольше всего пришлось возиться с 3D-камерой. Она никак не хотела работать, согласно задумке ребят. Но после долгих проб все получилось. Краном можно управлять на расстоянии с помощью жестов. Очень удобное изобретение, если вдруг нужно подменить крановщика. В принципе, это тот же подъемный кран, просто он управляется при помощи жестов. То есть не нужно запоминать никакие кнопки и рычаги. То есть управлять краном может любой желающий, неквалифицированный человек. То есть жестами, самое простое управление жестами – это сам себе джойстик. На форуме много представлено и творческих мастерских. Ведь развитие ребенка – это не только уроки. Узнали на сайте нашего лицея номер 33. Решили прийти целенаправленно в арт-холл, посмотреть, каким творчеством ребенок может заниматься. Вот сделали поделку, салфетку красивую и расписали камень. Все очень понравилось. Другие муниципалитеты должны брать пример с областного центра. Сплоченность педагогов, самоорганизация и любовь к своему делу – показатель высокого профессионализма. Не случайно именно на этом форуме был дан старт городскому этапу конкурса «Педагог года». Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.